Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Улдашев. И напоминаю, что мы ведем прямые встречи и репортажи со стендов выставки Wearable TX 2018 в Дюссельдорфе. И, конечно же, уважаемые друзья, мы представляем вашему вниманию самые интересные встречи самых интересных производителей, среди которых компания Ольгутермунд, компания, про которую мы уже писали и говорили. И более подробно о которой нам сегодня расскажет руководитель представительства в России Ольгутермунд, Курганов, Александр. Александр, здравствуйте! Мы с вами, сравнительно, давно уже не виделись. Я думаю, что некоторые изменения произошли в работе вашей компании в лучшую сторону. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что именно. Да, конечно, Игорь, добрый день. Мы в России сейчас активно наращиваем свою деятельность. Сама компания, не могу сказать, что за последние годы сильно изменилась, но, тем не менее, мы стараемся, пытаемся немножко вывести стандартную линейку. В России мы очень сильно наращиваем сервисы, наращиваем наше присутствие инженерное в первую очередь. То есть выходим на новых заказчиков, новые горизонты. Как правило, всегда это верх технической мысли, верх технических требований. То есть, в принципе, Ольга Термонт в данном случае действует в своем режиме, в своем классическом варианте развития рынка. Александр, последние годы обозначились для арматурной промышленности как годы СПГ. Мы знаем, что Ольга Термонт предлагает интересные продукты для СПГ. Каким стал рынок для вашей компании за последний год? Рынок именно криогенной арматуры, да, то есть, скажем так, возьмем шире, это для нашей компании был всегда довольно широкий спектр применения. И в России тоже у нас сейчас одни из главных наших продуктов, это тоже криогенные клапаны, да, они идут, мы развиваемся, мы всегда в данном случае всегда поставляем то, что требует наш заказчик, мы участвуем в торгах, у нас есть поставки, слава Богу. Электренный кросс? Однозначно, да. Даже для такой, так скажем, даже в сфере очень высококачественных арматуры и требований, да. Александр, вы сказали в начале нашей беседы о сервисе, что у вас наращивается сервис. А в чем сегодня сервис заключается компания Ольга Термонт? Что вы предоставляете для заказчику, что из нового есть в сервисе? Ну, из нового у нас есть, так скажем, как и хорошо забытое старое, российское, да, это наши сервисные площадки в Перми, в Санкт-Петербурге, в Москве. Также мы сейчас стали свою арматуру оснащать своими ответными фланцами, сделанными в России полностью. Но пока что, так скажем, опять же, в том, что и касается фланцев, это очень высококлассный, дорогой продукт. Хотя, казалось бы, фланец – это деталь трубопровода, что уж там, ну, мы даже их делаем очень высококлассно. Вот, поэтому в основном она идет только на дорогую арматуру, такую, как наша, как, ну, аналоги с другого типа арматуры зарубежные. Вот, это, скажем так, это огромный шаг вперед по меркам нашей компании, которая очень консервативная. То есть, поэтому российский рынок, да, мы аккуратно, аккуратно на него, ну, я не могу сказать, что мы локализуемся, но мы очень аккуратно на него выходим и более основательно на нем собираемся, так сказать, засесть и остаться. Спасибо вам большое. Александр, очень важный вопрос по поводу вашей компании. Как вы относитесь вообще к локализации? Считаете ли вы вообще локализация сегодня оправдана и те высокие требования, которые привлекают именно в процентном содержании российских комплектующих? Наша компания, как локализация, что это такое, да, то есть, если мы возьмем глобально, локализация – это еще одно производство, еще одна точка. Она имеет смысл чисто технически локализоваться в какой-то стране, если это не политический проект. Когда у тебя настолько большой рынок, что тебе выгоднее производить там, где ты его применяешь. У нас, у нашей компании, мы очень нишевый продукт, у нас нет необходимости в какой-то стране особенно сильно наращивать. Российский рынок, он очень важный для компании «Ольгу Термуд», но он не лидирующий. Я бы сказал, что скорее лидирующий рынок для компании, наверное, это Китай. И даже там нет локализации. То есть, локализация – это для нашей компании всегда вопрос переноса контроля качества. Контроль качества – это очень тяжелая, ответственная вещь с очень дорогим оборудованием. Оборудование для контроля качества, оно… Все всегда в первую очередь говорят, о, мы купили станки, станок хорошо, это обеспечение технологической поддержки, хорошо. А контроль качества, обеспечение контроля качества – это тоже очень дорогое оборудование. И опять же, и специалисты, и особый контроль качества «Ольгу Термуд» – это свои ноу-хау в этом имеет. И пока что мы не готовы это вынести из материнского завода. Почему я говорю, что когда мы говорим «ответные фланцы», это одна история. Это очень простое оборудование, которое грамотно проконтролировать можно, суметь вынести контроль. А когда речь идет о таком сложном продукте, как наш, то, конечно, его локализовать намного тяжелее. Это очень, так скажем, большой длительный путь. И компания наша, она не на скоком это делает. То есть сначала должен рынок сформироваться для этой продукции, для локализации, а потом уже будет непосредственно сама какая-то, вероятно, выходить локализация. Потому что то, что я вижу сейчас, ну, за редким исключением, это скрытый импорт. Ну, зачем этим заниматься? То есть лучше, если что-то локализовать, то локализация должна быть качественной и настоящей. Мы пока что, говорю, в этом направлении не готовы настолько продвинуться у нас. Как говорил Розенбаум, любить так любить, стрелять так стрелять. Однозначно, да. То есть нужно сначала обеспечить выпуск, большой сбыт, а потом уже под него делать локализацию. А не делать локализацию ради сбыта. Мы знаем несколько уже даже печальных примеров, что локализация действительно не оправдывалась по рынку. Но, тем не менее, если отойти от криогеники, в общем, рынка трубопроводной арматуры 2018 года, какие основные тренды вы могли бы отметить? Тренды. Что мы сейчас заметили? Что те проекты, которые были в 2017 году на паузе, наконец-то пошли. Меня это не может не радовать. Очень на это смотрим с большим оптимизмом. Интересные проекты. Мы видим много проектов кислотных. То есть химия, да, острая химия пошла. Нам это очень нравится. То есть те проекты, где наша продукция действительно востребована и оправдана. Мне кажется, что в последнее время конечные потребители стали систематизировать, оптимизировать рынок и более грамотно тратить свои финансы. Наш заказчик, который покупал наше оборудование, он всегда уже знает, что он берет. Потому что, как правило, это одно из самых дорогих образцов оборудования. Поэтому он выходит осознанно к нам. Поэтому я не могу сравнить. Но, тем не менее, я думаю, что да. Надеюсь, что так оно и есть. Кстати, вот на этой выставке мы несколько раз слышали от ключевых игроков слово «Поговорку скупой платит дважды». Даже на немецком языке есть такая поговорка, оказывается. Вы наверняка знаете ее. Но, тем не менее, этот тренд здесь более осознан. Потому что люди, я говорю, уже дратят с умом деньги. Ну и, собственно говоря, самый главный вопрос. Уже начался Крисмос. Здесь, в Германии и Новый год наступает в России. Ваши пожелания, вашим друзьям, коллегам, кто вас лично знает, кто сейчас смотрит эту запись. Друзьям и коллегам хочу пожелать только всего самого наилучшего. Прежде всего, крепкого здоровья. И хорошо встретить Новый год. Чтобы пойти без проблем, с чистым сердцем и душой, в новый 2019 год. И только радости и улыбок. Спасибо, Александр, за эти добрые слова. Остается пожелать вам успехов, удачи. И, конечно, развития на рынке. Российском рынке и внешних рынках. Спасибо. Удачи. Удачи вам, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин